Алексей Иванов. Земля сортировочная. Глава третья. Как мы были у Карасева. Пошли к Кобелевым, вовтяй, предложил мне Барбарис, когда мы вышли на крыльцо. Они из Юпитер купили. Ну их, твои мотоциклы, хмуро отозвался я. Пошли тогда к бане. Не обидевшись, снова предложил Барбарис. Сегодня женский день. Позырье. Дурак, что ли? спросил я. Там же окна закрасили. Слушай, Барбарис. Чего? Пошли в тупики к дяде Карасеву, а? Он же у Кольки Мертина собутыльник. Мы его подпоим и узнаем про ограбление денежного поезда. А чего делать будем потом? Я подумал. Ну, посмотрим, как будут грабить. А чем подпоим Карасева? Мы возьмем ведро картошки из вашего погреба, а у него аппарат на ментальной перегонке. Он сам и подпоится. Ну, ну ладно, заколебался Барбарис. А почему нашу картошку, а не вашу? Самое лучшее в таких случаях пнуть ему хорошенько. Дождешься ты у меня вовтяй! Проворчал, удаляясь к погребу, Барбарис. Спустя пять минут он вернулся. В ведре лежала холодная черная картошка. Годится, одобрил я, и мы пошагали к станции. Вот уедет Колька Меркин за границу, через некоторое время заговорил Барбарис, и пойдет в штурмовики к Пиночету. Врет он все, хмыкнул я, и не возьмут его туда вовсе. Там каратэ надо знать. Так он знает, возразил Барбарис. Когда его в марте братья Криворотовы побить хотели, помнишь, как он их ногами отпинал? Это все фигня. Потому что у настоящих каратистов есть разные пояса. Черный там, белый, красный. А у Мертина ничего нет. Даже галстука. Купит? Нет, решил я. Он, наверное, пойдет работать на радиостанцию «Свобода». Помнишь, как он критиковать любит? И я представил, как у нас на сортировке с зимними ночами слушают по радио в далеке изменившийся голос Кольки Меркин, пробивающийся через свист и Кугачева. Тогда он про все расскажет. Рассудительно заметил Барбарис. И про инженера Паранина. И что тетка Рыбец из столовки свиньям ворует. И что дядя Дмитрий Карасев космический шпион и самогонщик. И про танки на железной дороге. И если будет война, на нас бомбу сразу и шандарахнут. Я похолодел, представив над станцией ядерный гриб в десять раз выше старой водонапорной башни. — Слушай, Борька, — взволнованно сказал я, — надо этих грабителей мельтоном сдать. Потому что знаешь, что будет, если бомбу скинут? — Что? — испуганно спросил Барбарис и замолк. — Всем ерепена крача! — горько подтвердил я. — А если в понтюхи на враг залезть, то, наверное, можно спастись от радиации, — предположил Барбарис. — Ага, очень можно, — недоверчиво хмыкнул я. — Можно, — горячо заявил Барбарис. — Надо только противогазы. — Очень противогазы, — хохотнул я. — В них, во-первых, потеешь, а в поте и будут все консерводенные вещества. А во-вторых, в них даже в глазах стекла. И во время вспышки в раз ослепнешь. — А вообще, — добавил я, — спастись можно будет только в старых карьерах, потому что там песку много. Но самое главное — надо при взрыве крепко-крепко зажмуриться, а потом провеять всю одежду от радиации. — И трусы? — опешил Барбарис. — И трусы! — жестко подтвердил я. — А девки? Они тоже? Но договорить мы не успели. Впереди показался терпичный пакгаус и ограда из железных листов. Мы пролезли в парализованную дверку и через крапиву выбрались на насыпь. Доль задней стороны деревянного перрона мы пошли к паровозной стоянке. Под перроном валялись ящики, обломки кирпичей, газеты, бутылки и башмати. Путь нам преградили ворота, которые охранял космический шпион дядя Дмитрий Карасев. Вообще-то он охранял тупики, где стояло обширное вагонное хозяйство. О нем все забыли, но все равно берегли. Тут стояли сейчас, припомню, два паровоза, дрезины, платформы, цистерны, еще что-то. Короче, не помню, дофига всего. Этот тупик был обнесен забором с колючей проволокой наверху, а дядя Карасев охранял ворота. Ворота были замечательные, железные, побитые, как рыцарский щит. На них был написан отрывок какого-то грозного слова «Тужай». Под ворота убегали ржавые рельсы, а дальше уже расплетались целым веером. Над воротами торчала будка с выбитыми стеклами. Карасев должен был сидеть там, но чаще он, совсем пьяный, лежал за будкой на панцирной сетке, сквозь которую проросла трава. «Скажешь Карасеву, что тебя дядя Толя прислал», — сказал я Барбарису. Поднял с земли специальный болт и загрохотал по створкам. Через некоторое время я услышал хруст шагов, а потом скрежет засова. Карасев со скрипом приоткрыл створку и высунул лохматую голову в репьях. «Борька, ловко?» — спросил он, увидев нас. «Вам чего?» «Батя прислал», — фальшиво залопотал Барбарис, протягив ведро. «Просил, как обычно. Заходи», — заметно приободрился Карасев. Заперев ворота, он перехватил ведро и свистнул своего пса Байконура, у которого были желтые спившиеся глаза. Мы пошагали по тропинке вдоль забора. Кругом рос чертополох, стояли вагоны. Пустое синее небо, скучно торчали ободранные семафоры. Байконур молча брел за нами, в высоченной траве, как подводная лодка. «Дядь Мить», — окликнул я Карасева, — «вас еще не выследили шпионы-диктаторы?» «Не, — Вовк сказал он. У них квалификации не хватает. Мы вышли к свалке металлолома. Все здесь проржавело до дыр. Сбоку аккуратно стояла летающая тарелка дяди Карасева, очень напоминающая трактор «Беларусь», но без колес. «Дядь Мить», — спросил я, — «а вы правда на ней из созвездия Деркулеса прилетели?» «Правда, пацаны», — серьезно ответил Карасев. Откинул кожух и высыпал картошку в специальную дырку. «Хотя, может, и из козерога. Я еще плохо в вашем небе разбираюсь». Он залез в кабину, протер рукавом мутные циферблаты и нажал на рычаг. Затарахтел мотор. Густой севушный дух пополз во все стороны. Байконур со стоном зевнул и лег на засаде на улице. «А почему ваша тарелка самогон гонит?» — спросил Барбарис, не обладавший зачатками поэтического мышления. «Он, пацаны, ей нам двигатели, как смазочное масло», — пояснил Карасев, выколачивая из ведра земляные крошки. «Раньше-то в козероге я не знал, что его пьют. А здесь узнал. Двигатель мне сейчас не нужен. А эту систему я эксплуатирую». Он поставил ведро, достал шланг, купленный в прошлом году у артельщика, полубесого за литр севухи, и опустил его в ведро. Потом подкрутил вентиль барашек и присел на ящик. Мы с Барбарисом тоже сели. «А Байконур пьет?» — спросил я. «Все пьют», — ответил Карасев. «Подрастешь, и ты будешь». «Одиноко мне, пацаны. Вот я Байконура и приучил. А как же друзья? Я забросил удочку на счет Мертина». «Стараюсь в одиночку», — ответил Карасев. «Боюсь шпионов». «Так вообще не пьете?» — сказал Барбарис. «Молодой ты еще, Борька», — грустно произнес Карасев. «Жизни не понимаешь. Для меня, может, это идейный принцип». «Какой еще принцип?» — буркнул Барбарис и качнулся. Я тоже почувствовал, что все поплыло. Кабина трактора собралась взлететь в созвездие Козерога, застенчиво засветившееся на небе. У Карасева неудержимо отрастали перепончатые уши и глаза вылазили на стебельках. А Байконур парил невесомости все в той же лежачей позе. «Такой принцип!» — задиристо крикнул Карасев. «Я, знаешь, кем раньше был? Знаешь? Я лайнер-лейтенантом был. И орденов у меня висело, как у...» Он потряс свой ватник за грудь. «Как у Гагарина. Я профессиональный разведчик был». И повстанцев выслеживал. В ведро из шланга потекла тоненькая струйка. «Выследил?» — спросил я, плавая в севушном тумане, уже плохо ворочая языком. «Пацаны, вы мои милые, глупые!» Карасев обнял нас и попытался заплакать. «Да ведь и хрен выследишь! Они вот где-то здесь замастеровались, а где Ерепена Крача, непонятно никому!» Я с трудом припомнил, зачем сюда приперся. Карасев дрожащими руками приподнял ведро и хлебнул через край. Потом немного плеснул в миску Байконур. Барбарис спекся и задремал, подперев кулаком щеку и поставив локоть на колено. «Дядя Карасев!» — твердо сказал я. «Я у тебя что спросить-то пришел?» Голова моя пылала. «Самое главное — это ты мне скажи, повстанцы, а не кто!» «У меня знаешь, какая квалификация!» Спросил Карасев и подряс меня за плечо. «Я с этой самогонкой так замаскировался!» «Другой один сто лет учиться будет, как подземлянина подделаться, а я уже, уже!» «А диктатор наш, галактический Ерепень Крачевый и Крача Ерепенная, разжаловать меня хотел!» «А у тебя квалификация!» Тонко и злобно крикнул я. «Да!» — воскликнул Карасев. «И нельзя ее терять!» И он, наконец, схлипнул и прижал меня к себе. «И я ж люблю вас! Там же одни андроиды! Выпить не с кем, Вовка! Друг, как же я там без тебя!» А больше я уже ничего не помню. По скрипту. Я всегда говорю, что надо писать правду жизни, даже в научно-фантастической повести. А здесь я написал правду жизни, то есть ничего не узнал у Карасева, потому что сдуру закосел.